я приветствую всех рукодельниц на своем канале меня зовут аня и я продолжаю шить кухонную тильду я остановилась на том что закрепила все юбочки у меня вот есть нижняя юбка из льна верхняя юбка из ткани тильда и вот такой вот фартушек из японского хлопка все три слоя ткани я закрепила стежками назад иголку вот вокруг тильда чтобы они хорошенько держались и сейчас по инструкции тильды надо закрепить ручки вот так вот они будут и уже с ручками тильда смотрится но намного красивее и я бы так и сделала но к сожалению тогда мне будет неудобно пришивать вот такой вот пояс поверх поэтому опять мы немного переинать инструкцию и поменяем действие местами то есть сейчас я пришью пояс чтобы мне руки не мешали а потом мы с вами пришьем ручки пояс у нас высотой полтора сантиметра по инструкции и я сейчас его выкрою и буду также пришивать когда я пришивала вот эти три ткани то конечно же обязательно еще цепляла вот эту ткань основы чтобы юбочки держались не друг на дружке а все-таки за основу тильды то есть вроде как стежки они такие как намёточные но на самом деле они крепкие и держат не только сами юбки но и юбки держатся на основе потому что сам пояс он будет достаточно декоративный то есть пояс закрывает в вот эти все ткани чтобы они не сотались и и не делали лишнего утолщения то есть главная цель пояса не закрепить все три юбки на основе а закрыть вот эти вот махрящиеся края вот такой я выкроила пояс для тильды ширина его полтора сантиметра даже чуток чуть чуть больше 1 и 7 но это не так важно главное на что я ориентировалась это на цвет ткани на цветовую гамму и на рисунок вы видите тут такие красивые розочки это тоже ткань тильда она не привлекает к себе особо внимание на не очень яркая но мне не хотелось добавлять каких-то других тканей вот например можно было бы добавить и синюю но синий достаточно активный цвет либо можно было добавить вот такую же зеленую но тогда это бы смотрелось как продолжение тела тильда а это все таки не тело это пояс поэтому вот я выкроила вот такой пояс чтобы на нем не сильно акцентировалась внимание но и чтобы не было слишком большой большого месива цветов при этом это не косая бейка хотя это выглядит как косая бейка тут тоже вот припуски такие но кроила я не по косой по долевой тоже не удалось раскроить потому что долевая вот она вот не тянется по полосочке крыла по поперечной поэтому у меня вот так вот немножко тянется но то на что я обращала внимание это все-таки рисунок это важно потому что это передняя часть куклы и она будет видна вот такой пояс все сейчас буду его пришивать я решила начать пришивать пояс именно спереди чтобы проконтролировать рисунок на поясе и чтобы не сдвигался вправо и или влево я закалываю булавками припуск и начинаю шить ручным швом назад иголка и а и и и Субтитры сделал DimaTorzok Точно так же я прошила еще часть пояса именно со стороны спинки тильды. Сейчас еще я могу так пришить, мне удобно, но дальше я буду использовать потайной шов. Если вам удобно прошить потайным швом весь пояс, значит так вы и делаете. Здесь нет единственного правильного варианта. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вы видите, насколько кропотливая работа пришивать пояс. А теперь представьте, что у нас были бы уже пришиты ручки тильды. И я уверена, что руки нам бы только мешали в этом случае. Я даже не знаю, как бы я их закрепляла, но желательно не пришивать руки до того, как пришили пояс, потому что пояс должен быть ровным, аккуратным, красивым. И по-моему, он у нас таким и получился. Вот так он выглядит. И теперь могу пришивать ручки. Ручки у меня получились вот такими. Я их набивала холофайбером и немножечко выгибала, так же, как и ножки. Холофайбер это достаточно такой пружинистый материал и из него чуть-чуть можно слепить какую-то форму. То есть делать ножки, например, вот такими более выгнутыми и точно так же и ручки. Видите, они такие, тоже как такие полумесяцы. Можно их сделать ровными, но, по-моему, в этом вся суть. То, что они вот такие уютные. Набивала я холофайбером и вот достаточно плотно. Но смотрите, не переборщите, потому что если вот прям очень-очень сильно набивать, то вот так вот швы могут расходиться и ткань просто порвется. Поэтому аккуратненько, не сильно трамбуйте уже этот холофайбер. Он и так раздувает нашу ручку. И в конце руки, вот именно вот здесь, я набивала аэропухом. Что это мне дает? Это дает возможность ручке вот так вот выгибаться. То есть она слишком мягкая. Если вот здесь вот она плотная и у меня нет возможности так выгибать материал, то здесь в конце аэропух дает возможность сделать вот что. Вот плечо. И я не хочу просто вот так вот отдельно как бы пришивать руку, чтобы она была, ну вот, висела как-то так. И вот тут внизу тоже будет неправильно. Поэтому я хочу пришить вот так. Сейчас чуть-чуть вот эту ткань как бы вовнутрь. Вот так загнуть. И сделать вот такое округлое плечо. Если у вас нету какого-то мягкого наполнителя, как аэропух, да, а есть только плотный вот такой вот холофайбер, то просто верх руки не набивайте ничем, чтобы сделать вот такое плечко. Если хотите, конечно же, потому что это опять же такая моя задумка. И вот таким вот образом как бы рука обнимает плечо. Вот так. Вот таким вот образом я и буду пришивать. Опять же, у меня руки не по швам будут, потому что я хочу, чтобы ручки тильды были все-таки вот так вот спереди. Чтобы они были вот такими округлыми. Руки тильды спереди. Здесь она будет держать сливку или яблочко, смотря что мы с вами в следующем видео пошьем. И сейчас буду пришивать ручки. Пришиваю я все, как вы видите, белой ниточкой. Она абсолютно не видна. Вот можно посмотреть на поясе. Ну, видны какие-то микро стежки, вот если я так оттяну ткань. А вообще их глаза не видно. Главное спрятать узелочек внутри. Субтитры сделал DimaTorzok и вот тот результат, который у меня получился и к которому я не хотела прийти. Это вот когда ручка как бы немножко отдельно от тела. Ну, или если вам такой результат нравится, то вот так и оставляйте. И вот я только что перешила за... Точнее, пришила другую ручку, но за кадром. Просто в более удобной для себя позиции. И видите, вот такое покатое плечо. И мне вот эта округлость нравится больше. Просто потому, что рука как бы не отдельно от тела, а вот она такая продолжение линии шеи. Если вам нравится такой результат, оставляйте. Я такое часто вижу. Все правильно. И тот, и тот вариант правильно. Это зависит только от вашего вкуса, что вам больше нравится. Либо если делать вот такую ручку. Я здесь сделала такую ошибку. Она заключается в том, что вот эту верхушку надо пришивать сразу к плечу. Я начала чуть-чуть ниже. И поэтому вот этот горбик у меня образовался. Если вот эту верхушечку пришивать сразу, то видите, дальше идет как бы половина-половина руки. И дальше вот она продолжилась линия. Поэтому я сейчас вот эту руку расшиваю. Узелок я спрячу здесь вовнутрь и выведу сразу иглу в вот эту верхушечку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие у меня получились обе ручки. Вы видите, что они с плавными линиями. Нету такого, что рука отдельно от тела. То есть можно пришить руки. Вот представьте, что мои пальцы это руки тильды. Вот можно пришить вот так, чтобы как бы тут такие бицепсы торчали. И я раньше так и пришивала на самом-то деле. Но хочется, чтобы вот здесь вот были плавные линии. И на картинке по тильде мы тоже видим, что они вот здесь вот такие округлые, плавные. В стиле каком-то, не знаю, Джейн Остин или в викторианском стиле. В общем-то, такие вот они вроде как и получились. Сейчас покажу вам полный кадр. Конечно же, тильда настолько большая, что не помещается. Но вот как могу, так и.